Коллеги, добрый день! У нас сегодня насос от производителя Максиматор S35 называется Работает с полиуретанами и смолами В соотношении 1 к 1 Давление, которое он создает, 200 бар На входе потребляет 5,5 бар воздуха И расход 600 литров в минуту Давайте поговорим по ключевым моментам Которые могут препятствовать хорошей работе насоса Данный насос, как я сказал, пневматического типа Ключевой момент у него это идет золотниковая часть Она представленная и так выглядит В данном положении клапан перепускает по 4 секциям потоки воздуха Которые позволяют ему поступать на движение вперед-назад делать Собственно, самому насосу и приводу Который качает гидравлику Данный насос, как я сказал, два компонента 1 к 1 Оборудован двумя поршнями Которые приводятся в движение от пневмодвигателя Пневмопоршни уплотняются вот такими втулками Которые оборудованы манжетами уплотняющими Рассчитаны на 400 бар То есть, если что-то не так правильно качать Например, если один кран на насосе закрыт, другой открыт Перекос, манжеты могут выходить из строя Данный манжет выглядит вот так То есть, манжеты на трение Сальник И манжеты, которые давление держат Насос получает материал Собственно, из подающих клапанов Находятся они здесь Выглядит все это дело вот так Внутри клапана установлен шар Седло клапана И, собственно, пружинка Все просто Главное, обязательно следить за чистотой Если что-то засорено Препятствует подаче материала Клапан неплотно закрывается И тем самым Давление не будет Либо вообще отсутствовать Либо просто вообще подача перестанет Насос является, в принципе, надежный Главное, обязательно его за ним следить Промывать Каждый раз после работы Можно промывать его Клинером 230 Ну, а консервировать Гидравликой Ни в коем случае нельзя промывать насос Растворителями Либо что-то на ихней основе На конце насоса У нас установлена Сносительная труба Трубка-тройник Можно сказать удочка То есть, как и на всех подающих элементах Которые работают с покерами У нас есть головка плоская Шланг гибкий Смесительный элемент Внутри Статический миксер голубой Ну и, собственно, клапана Если клапана У нас Так же самое В процессе работы Клеятся Неправильно работать Начинает Внутри Так же самое Как и на впускном клапане Шар с пружинкой То есть, у нас не происходит Перекрывания потока Тем самым Могут выйти из строя Основные магистрали Шланги Десятиметровые Это все дорого Лучше сразу Перед работами Всегда контролировать Момент чистоты Этих клапанов Так же из строя Могут выходить Со временем Краны ДН-10 У нас на этом насосе Аж 6 штук Краны немецкие Не дешевые Растворители Очень сильно боятся Поэтому промывать Обязательно Только 230-м Клинером Эти краны Собственно Являются Ремонтопригодными Они разборные У нас Так же само В линейке Имеются И манжеты Уплотняющие Собственно Сам кран Для того Чтобы долговечная работа Насос Очень привередлив К подаче воздуха На насосе Изначально установлен Влагоотделитель Но Влагоотделитель Довольно быстро Выходит из строя Так как насосы Подключаются Компрессором Винтового типа И большое количество Влаги Попадает При большом Потоке воздуха Тем самым Фильтрующий элемент Забивается Либо просто Рвется То есть Надо обязательно При работе Насоса Использовать Дополнительный Фильтрующий элемент Чтобы влага Не поступала Если Влага Поступает И не отсутствует Влагомаслоотделитель То внутри Выходит из строя Собственно Этот клапан О котором Мы изначально Начали говорить Стираются Манжеты Резинового Уплотнения И становится Нестабильная Работа Либо Мотор может В одном положении Заклинить Либо При создаче Давления Собственно Происходит Поступательное движение Вперед-назад Можно сказать Как автомат Работает Собственно Это основное Что я хотел сказать Самое главное Промывать насос После работы Хороший воздух Чисто подавать У насос Будет работать Долго Конечно Спасибо